приветствую вас друзья продолжаем работу над картиной мы с вами делаем работу на заказ по фото по вот этому фото в прошлом видео мы с вами сделали значится небо детали заднего плана и вот этот берег написали сейчас у нас задача двигаться дальше будем что-то делать с водой ну и переходить на передний план как видим вода здесь уж скажем больно невыразительно что-то что-то мутное непонятно типа походит на это мазонку но у нас же задача сделать картину живописной поэтому мы все это дело изменим подойдем каким-то иным образом изменим цвет воды вот эти ярко выраженные тени мы их ослабим сделаем их но еле заметными либо совсем не будем показывать покажем отражение воды возвращаемся на палитру и так нам понадобится для воды но вот у нас с прошлого замеса осталась голубая краска в нее мы добавим хром кобальт синий зеленый вот и остался у нас замес колер который мы делали небо тоже будем его использовать ну что такое вода вода это отражение отражение детали берега отражение неба вот мы с вами так и будем поступать ну вот такие вот два колера нам понадобится ну и понадобится еще охра охру охру нужно осветлить примерно до вот такого состояния ну и опять же на прям таки на холсте будем все корректировать итак вот у нас береговая линия предположим что вот с берега идет сначала мелкая часть воды вот мелкую мелкую часть воды мы покажем охрой по каким бы углом у нас не располагалась река линии у нас будут горизонтальные горизонтальные относительно холста давайте немного покажем мы с вами решили что вот эта часть где у нас мало будет воды мы особо с ней заморачиваться не будем а главное чтобы у нас ствол дерева и кусты на этом фоне выглядели контрастно все больше нам от этого участка собственно ничего не нужно больше обратим внимание вот на на участок от переднего плана дальше вот темной плотной сине-зеленой краской покажем основную часть воды смотрите я сначала на чистом месте расписываю когда на кисточке остается мало краски я захожу на участок охры и где где у нас получается границы вот охры и сине-зеленые краски я ее разгоняю не лезу ни в одну сторону не вторую размазываю границу вытираем кисточку насухо и дальше эту границу протягивают до до самого берега до самой кромки воды посмотрите у нас как бы получился эффект такой как будто у берега у нас слово паразит у нас у вас как будто здесь мелкая часть теперь вот ближе к нам будем показывать отражение неба светлой голубой краской светлой голубой краской вписывает она должна перекликаться с темной краской и точно таким же образом как мы поступали вот здесь сначала создаем границу и разгоняем эту границу горизонтальными движениями оставляя как вот языки вот такие вот языки у нас получится а цвета и краски входят в темную а с темные входят в светлую и вот таким образом заполняем ближнюю часть берега напомню еще раз что сейчас мы наносим только горизонтальные линии только горизонтальные даже если нам нужно показать тень вот которая будет падать вот сосен как бы она должна располагаться под каким-то углом мы этот угол можем показать но горизонтальными мазками горизонтальными мазками на данном этапе очень важно поэтому я вот еще раз обращаю ваше внимание на это что так видите у нас получили получилось как бы три участка воды вот светлая береговая линия мелкая часть воды теневая часть которая падает и отражение небо в воде вот три части наверное за это заметили что я намазал тут желтым красным это и не сошел с ума просто из экономии времени мне нужно чтобы эти участки быстрее высохли для чего нужно я объясню вам позже и так и так теперь теперь темной краской показываем место где вода встречается с берегом неравномерно линия не должна быть одно это это толщины где-то толще где-то тоньше вот таким вот образом показываю береговую линию и прям тут же немножко нужно отступить и этой же краской провести еще одну линию это мы будем показывать отражение вот этого берега в воде она должна быть точно параллельно этой линии теперь нам нужно показать отражение сосен в воде но вот этот берег у нас крутой крутой как бы мы стоим на большой высоте поэтому отражение не будут слишком длинные примерно для себя вот взять какой-то уровень и темно-зеленые бурой краской которые мы делали вот этот замес берем и проводим такие вот полосы вот это начинаем от второй линии которую мы проводили параллельно делаем вот такими движениями начинаем с верхней части вытягиваем вниз и оставляем вот такие языки дальше вытираем кисть насухо и подровняем вот эти язычки чтоб ну не такие острые были вот эти кромки буквально немножко их разобьем вытираем потому что на кисточку попадает краска голубая дальше что мы делаем вот эту часть нам нужно еще уплотнить добавляем еще в этот же замес коричневый и и уплотняем его границу вот эту нам нужно убрать она здесь нам не нужно поэтому одну краску вгоним другую и разобьем эту границу чтобы вот темно-коричневый и зеленый соединились посмотрите я неравномерно крашу где-то оставляю просветы где-то вытягиваю дальше потому что у нас высота у сосен разная смотри вот у нас на берегу стоят сосны видно стволы покажем их здесь же ровно перпендикулярно сделаем такие линии ведь как все просто сосна опускаемся перпендикулярны ставим полосу таким же цветом только можно взять чуть темнее но она и будет темнее потому что одна краска зеленая впишется в это я получится именно тот оттенок который который нам нужен не нужно точно перерисовывать вот как она есть там с ветками со всеми это другой принцип это вот допустим если стоячая вода и тихая погода и получается практически зеркальное отражение и тогда мы можно практически полностью рисунок перенести на воду но у нас вода движется это река поэтому чисто схематично показываем вот эти стволики на берегу есть какая-то водорастительность там трава веточки на воде мы их тоже покажем только направление будет перпендикулярно этому вот коли наклон в эту сторону на воде будет в противоположную но вернее в эту же покажем вот тут какая-то веточка здесь покажем вот что-то опять же не нужно очень точно делать чисто схематично цветочки вот тут есть давайте мы здесь покажем тоже вода двигается искажает все поэтому точного рисунка не будет так теперь посмотрите что сделал беру сухую кисточку сухую кисточку и вот эти концы где у нас соприкасается это отражение с водой беру так и разгоняю смотрите в одну сторону в другую в одну сторону в другую оставляя посмотрите оставляя вертикальные участки а в некоторых местах я беру и сдвигаю краску в разные стороны видите получается такой зигзагообразный рисунок но еще скажу где-то можно полностью разогнать краску но хорошо смотрится когда где-то остаются вот вертикальные участки тогда получается отражение более реальное ну даже на этом этапе уже как бы водянистый такой рисунок выходит итак друзья переходим к переднему плану мы видим что на переднем плане у нас вот этот холм с такой пожухлой травой чтобы создать эффект вот такой пожухлости множество нам нужно заложить вот такую вот основу я уже начал здесь делать его сейчас на на переднем плане я покажу как это делается начинаем самых темных тонов берем темно-коричневую краску это может быть ленинградская коричневая это может быть ум броженная можно их вместе перемешать и вот сухая без без разбавителя минимум разбавителя плотная очень краска кисточку нужно взять щетину пожестче и практически практически втирая эту краску короткими мазками наносим ее на холст неравномерно оставляя просветики создаем как бы какую-то рябь красная вот у нас тоже я предварительно ее намазал и дал ей высохнуть это уже сухая краска перекрываем ее тоже таким образом заполняем все пространство которое вот у нас осталось тут посмотрите закрыл все пространство тонким слоем густой краской вот и жесткой кисточкой дальше где-то у нас где-то у нас проступает зелень в каких-то местах вот давайте покажем эту зелень тоже такой же густой краской зеленый впишем ее в эту темную она будет перемешиваться и и будет как бы не очень хорошо видно но ее присутствие обязательно обогатит вот как бы подмалевок так дальше что мы делаем берем светлую краску сейчас попробую показать вот как-то видно светлую краску это можно может быть это обычная охрана в нее обязательно нужно добавить желтый нам уже здесь нужны как бы теплые солнечные тона берем эту краску можно взять кисточку помягче либо это же нас вытереть насухо и начинаем наносить эту краску оставляя нижнюю начинаю вписывать и постоянно вытирая кисть кисточку вытираю беру свежую порцию желтой краски и также короткими движениями начинаю вписывать оставляя нижний слой ну где-то в проголызин как допустим здесь уже слегка протягивая мазки можно уже показывать направление травы здесь она на переднем плане уже будет крупнее поэтому вот так слегка протягивая если она у нас допустим мы видим лежащие где-то в эту сторону давайте покажем в этом вот должен получиться вот такой вот неравномерный пестрый подмалевок теперь берем мастихин и процарапываем краску оставляя по полосы и как бы намекая на направление травы вот это у нас как раз вот это место вот я беру так и про царапаю сейчас будет понятно для чего я наносил заранее красный вот если по этому месту мы будем процарапать то будет вскрываться красный цвет здесь его как бы нет но в теневой части вот где тень если будут такие всполохи вот красные травы это очень эффектно смотрится поэтому эти методы ну не один наверно многие художники этим пользуются тем не менее вот такой прием существует теперь этой части нужно дать очень хорошо просохнуть потому что мы будем работать более светлыми красками нам не нужно чтобы они вписывались в этот тон но чтобы как бы не терять время не не дожидаться пока она высохнет а можно заниматься допустим вот задним планом задний планом будем показывать вот эти веточки но это как бы задача очень простая не знаю стоит ли об этом рассказывать или нет ну давайте покажем плотностью на раскрытие Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На такие мелочи тоже нужно обращать внимание. И дальше у нас на переднем плане вот такая большая сосна. Мне это не очень нравится, но делать нечего. Заказ есть заказ. И мы должны делать то, что предложил нам заказчик. Сейчас мы тоже заложим основу под эту сосну. Вот как бы сзади теневые вот эти веточки. Тоже покажем их темным. Выделим темным все. И заложим основу под яркие освещенные вот эти вещи. Ну, здесь тоже рассказывать особо нечем. Просто я возьму и перенесу этот рисунок на холст. Ну, практически в точности, как он есть. Но только вот одни темные, темные вот эти вот ветки. Ну, вот как бы подмалевок и готов. На этом закончим. Нужно дать картине очень хорошо просохнуть. И в следующем видео мы начнем, опять же, с заднего плана. Прорабатывать тщательно вот холм. Прорабатывать сосну. Наносить мелкие детали. Оживлять картину. В общем, кому интересно, оставайтесь, смотрите. Кому нет, занимайтесь своими делами. Удачи!